На связи почти три века почтовики уже начали отмечать свой профессиональный праздник. Самарское отделение, одно из старейших в стране, основано было 271 год назад и тогда носило звание уездной конторы. Накануне Дня почты лучшие сотрудники получили награды от областных властей и пообещали ускориться. Раритетные конверты и марки, оборудование начала 20 века. Уникальные экспонаты из музея, он работает меньше года, но и за это время удалось собрать солидную коллекцию. И пистолярный жанр вне времени и моды. Гостям праздника тоже предлагают оставить след в почтовой истории. Мы стараемся идти в ногу со временем. Сегодня Почта России начала приобретать первые свои почтовые самолеты. Сегодня мы впервые начали приобретать свои почтовые железнодорожные вагоны, потому что в свое время все с организацией, это было немножко все утеряно. И, конечно, сегодня у Почты большое будущее. Система образующие предприятия, и так просто подходить к нему, как к коммерческому предприятию нельзя. Во многих населенных пунктах это единственный представитель государства, особенно удаленных и ломал населенных. И сейчас мы как раз вместе с Самарским филиалом, с всей Почтой России, Совет Федерации, Государственная Дума обсуждает пути выхода Почты России из системного кризиса, для того, чтобы наполнить ее и новыми кадрами, и новыми услугами, и, конечно, новым содержанием. История новейшая – это более 8 тысяч сотрудников, 16 почтамтов и более 80 различных услуг. Династия у нас началась с моей мамы, Лазарь и Надежды Пауловны. Она была оператором по обмену с почтой. Я была маленькой, мне было 6 лет, она обменивалась на лошади. Дети мои сейчас надо мной смеются, конечно. Но мне очень приятно, что у мамы был такой трудовой, длительный и интересный путь. У меня три дочери, все они пошли по моим стопам. Лучшие в профессии и целые династии почтовиков получили благодарственные письма от правительства региона. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Столяров, Новости губерния.